Всем привет! Меня зовут Мария Маркина, это канал Креатив Студию. В этом видео я хочу показать обзор ростовой куклы пони-единорожки. Начнем с тележки, которая будет внутри пони, на которой будут кататься детки. Она состоит из площадки, на которой будет сидеть. Она из ДВП. Потом укрепили мы ее брусом 50 на 20 для ребра жесткости. Ножки состоят из бруса 40 на 40. Сделали укрепление под углом, чтобы никуда ножки эти не уходили под весом. И здесь сделали угол для того, чтобы платформа, на которой будет сидеть, не уходила никуда, не каталась. Для мягкости мы постелили сюда изолон в четыре слоя и отбили полностью тканью по всему кругу степлером. Она очень хорошо ездит. Мы посадили их на четыре колеса. Эти колеса тоже на платформах снизу. Катаются очень-очень хорошо и удобно. И не заваливается абсолютно эта конструкция. Сиденье очень мягкое. Сидеть будет очень удобно деткам. Теперь поговорим относительно конструкции. Брусы самые упорные соединены уголками. Видите? В четырех местах для пущей крепости. Те брусы, которые идут под углом, они прикреплены с обратной стороны. Они закручены сверху саморезом и здесь сбоку тоже саморезом. Здесь брус срезан под определенным углом и закручен с этой стороны. То же самое и с этой стороны. Эта конструкция сделана для того, чтобы ножки не уходили назад. Здесь очень все крепко, хорошо. Между ними перемычка, которая тоже не дает разъезжаться ножкам. Закручена с этой стороны и с этой стороны. Эта конструкция достаточно надежная. Я сама на нее садилась, меня она выдержала. Следующая конструкция – это тело пони. Я изготовила выкройку, вырезала из поролона детали. Толщина поролона 3 сантиметра. Такая толщина будет хорошо держать конструкцию, которая не будет потом проваливаться. Не в ножках будет хорошо сидеть. Размер сделан под размер человека. Здесь я сделаю отдельно деталь. Будет открываться для того, чтобы было хорошо сюда залазить. Сейчас я покажу, как. Вот так вот будет. Здесь я потом на кнопочке это все посажу. Будет очень красивая конструкция. Можно будет и ходить, а сзади будет повозка. Всю эту конструкцию я заваляла специальными иголками для валяния, синтепоном. Когда сверху оденется ткань, это будет гладенькое все. Еще синтепоном я заваливала для того, чтобы вот эти швы хорошо сгладились. И их впоследствии не было видно. Под тканью они будут абсолютно незаметны. Здесь я сделала вставочку для того, чтобы вот эта часть ножки смотрелась более естественно. Вот так вот она выглядит, вот эта вставочка. Весь поролон я сшиваю, не склеиваю. Сшивать намного надежнее и практичнее. Конечно, по времени это занимает больше, но зато конструкция потом будет держаться долго. И всем аниматорам будет это удобно. Первую часть, которую мы только что показывали, тележку, мы будем вставлять вот сюда. Как раз ножки, здесь расстояние, все продумано. Для того, чтобы обшивать тканью, тележка будет сначала вставляться вовнутрь, потом зашиваться вот здесь и обшиваться тканью. Третья часть конструкции – это голова. Она еще в полуготовности, еще будет корона, волосы, уши. Полную конструкцию я обязательно покажу в конце видео. А сейчас более детально о том, как была создана голова. Она тоже из поролона. В поролон здесь я брала двойку. Сделала здесь вырезы из двух листов поролона. Здесь еще внутри накладка. И благодаря этой накладке получились такие удобные подплечники, которые будут ложиться на плечи, когда голова будет одета на человека. Тоже была сделана выкройка для головы. Носик делался отдельно. Глаза я изготовила из пластиковых бутылок, плюс сетка. На сетке нарисован глаз, а сверху еще силиконовая пленка. Глаз обшит люрексовой тканью, как века. И внутри еще велюр для того, чтобы глазик хорошо внутри смотрелся. Потому что если бы я там оставила эту ткань, он бы просвечивала и было бы не очень красиво. А так оно очень хорошо выходит благодаря тканике черной. Глазик более живой получается. Рог тоже сделан из поролона. Обтянутое все тоже синтепоном завалено для гладкости конструкции. Щечки нарощены в два слоя поролона. И тоже все завалено синтепоном. Рог обтянут шнурком по всему кругу. И прошит. Так, вот эти дырки сделаны для вентиляции. Сеточку в глаз я подставляла специально для того, чтобы аниматору, который будет внутри работать, был хотя бы небольшой обзор. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok